Европейский макияж На сезон лета визажисты предложили нам много новинок, но и такую нашу всеми любимую классику, например, такую, как красная помада, она остается, красная помада forever. Единственное, что кроме классических красных оттенков, сейчас еще очень модны и винные оттенки. То есть мы подбираем оттенок красной помады, наш любимый, и мы очень модны, мы в тренде, и мы в Европе. Кроме этого, на лето нас порадовали яркими тенями. Тени наносятся очень графично, очень четко, никаких растушевок, четкие линии, стрелки тоже яркие. Любые неоновые оттенки это очень модно. А чи не будем мы схожи на попужок? Нехай европейских, але попужок. Червона помада, яскравые тени, все графично. Мы можем, конечно, все это объединить, почему нет, да, если мы хотим. Никто нас не остановит, но, конечно, мы должны как бы учитывать то, что какой-то повод, куда мы идем, если это вечерний макияж, если это вечеринка, тем более, конечно, мы можем себя не ограничивать. Ну, в рабочем или, там, если мы идем на учебу макияжа, мы остановимся, допустим, только на помаде. Ну, и таким супертрендом на сегодня в Европе считается макияж без макияжа. Если, допустим, в предыдущих сезонах очень был модный нюдовый макияж, но он все-таки был заметен, да, это были пастельные оттенки, это были натуральные оттенки, но макияж явно присутствовал. То сейчас это вот такое обнаженное лицо, это нужно добиться того, что макияжа вообще нет. Вот проснулась и вышла на улицу, да, то есть нам нужен идеальный тон, полупрозрачный, обязательно нужны румяна. Визажисты советуют не использовать вообще тушь, только блеск или бальзам для губ, и обязательно прорабатываются брови, то есть они ухоженные, они уложенные, вот, и это считается просто такой вот самый последний, самый горячий тренд европейского макияжа. Я хочу сказать, это очень удобный тренд для тех, кто враньсе поспешает на работу, чем на все дня, прокинулась, и ты уже модно, ты уже стильно, уже все на тебе. И ты уже в европейских трендах, все уже, все готово покоряется мир. И еще один из таких модных нюансов, это использование одного продукта в разных целях, допустим, помада используется не только на губах, но и как румяна, и даже как тени. Тоже очень удобно, вот, но требует небольших, конечно, навыков, потому что красные тени на глазах могут быть большой проблемой. Поэтому, если вы хотите использовать этот тренд, лучше потренироваться, да, лучше меньше, но лучше, вот, но это очень модно, это может быть очень стильно. Рюлечка, ось девчата, которые уже этими выходными захочут пройти с главной улицей нашего города, будет парад до Дня Европы. Что бы ты могла им запропоновать, потому что парад начнется еще с, когда будет денный макияж. Какие бьюти-новинки европейские ты пропонуешь нашим телеглядачкам использовать именно сегодня, для того, чтобы они были просто на хвиле стилю? Если это дневной макияж, можно использовать такой тренд, как влажный эффект на лице, например, на скулах, да, то есть, как бы, в летних макияжах и в коллекциях, которые представлены, это очень часто у многих дизайнеров использовалось. Мы используем хайлайтер, да, лицо немного блестит, мы выглядим очень свежими и очень модно, стильно, и именно вот как летний макияж дневной, это очень удобно и красиво. Тут хочется одразу размежевать, наше обличье блестит, оно не жирное. Нет, это именно хайлайтер, и мы используем его именно на скулах, то есть, это непросто, мы отказались от пудры, да, и не матируем. И ты не на чем линей, но модно. Не путаем два понятия, мы используем именно хайлайтер именно на скулах, и это очень модный тренд. Мы можем использовать еще блестящие какие-то тени, например, текстуры или подводку даже с блестками. Вот, если это только единственный акцент в макияже, это уместно и в дневном макияже тоже. И это тоже очень модно, глиттеры используют многие дизайнеры для летних коллекций. А вот який колер ты порадишь, окрім того, что на гостах мы выбираем червоную или винную помаду, как тень, что ты пропонуешь, який колер просто на пику популярности? Сейчас в популярности бирюзовых оттенков, опять же, не всем этот оттенок идет, не обязательно гнаться за этим трендом, но обладательницам карих глаз, обладательницам голубых глаз или серых, это просто идеальный оттенок. И если вы не хотите делать такие бирюзовые тени а-ля 80-е годы, плюс еще с красной помадой, не стоит. Ну, можно выбрать, допустим, бирюзовую подводку, это очень модно, очень стильно и уместно, опять же, и в дневном макияже тоже. Ты сказала, что бирюзовые тени, бирюзовая подводка, кари очи, сири, блакитные, а вот зеленые очи. Что им мы можем запропонувати? Зеленые глаза, это, конечно, все оттенки красного, да, как на контрасте, то есть, допустим, не обязательно это красный, как красный, как помада, да, если это очень смело для вас, вы можете это не использовать. Но любые какие-то вот коричневый оттенок, где есть красный потон, опять же, коричневая подводка, это очень модно, это очень стильно, это не так графично и ярко, как черная подводка, черные стрелки, да, это такой немного вечерний вариант. А вот в дневном и в таком повседневном образе коричневая подводка очень-очень хорошо смотрится, и опять же, это модно. Что ж, девчата, слушаем поради нашего стилиста, візажиста Юлии Мачули, повториме все те, что она каже, робимо яскравый, гарный макияж до Дня Европы и выглядяем модно-то по-европейски. Дякую тебе, Юлечка, дякую за поради, сподіваємось на наступную встречу, будем еще что-то новенькое дизнаваться про макияж, про зачиски, про догляд за собою.